Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Ну и так, сегодня у нас получается уже 16-е, читай. Номер 16. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 28 декабря. 28 сегодня, 12. Вот эту тему создали незнакомые мне люди. Я прошу их, чтобы они вышли сюда. Колесникова, Николая и Анна. Вот создайте тему на каждый день, что у вас есть. Нам это очень интересно. Понимаете, одному интересно, а другой умирает буквально. А вы себе рассказываете. Я рассказываю интересно. Вот у меня кошка. Интересно. Рыжая. Вот она белая сидит. Там вторая. Вот. Охраняет голубей. У людей голубей нет. У меня определители есть. Наша Алтайская правда. Это наша краевая газета. Раньше там 160 тысяч экземпляров. Сейчас поменьше у нее. Ежедневная газета. Вот. И там большая статья была Наташи Сохаревой. У злого человека голуби не водятся. Вот определитель. Держите вы голубей или нет. А я держу с детства. Вот еще одно доказательство. Что у нас есть разница. Голуби. Вот он сейчас. Эксперимент у меня идет. У них болезнь вертлящика. Голуби. Заворачивается голова вот так. Это я мог бы их вам открыть. Показать даже. Вот какая коробка. Один раз расскажу. Радыши, Никита, маленькая. Вот. Посмотри, какая она. Я сейчас покажу коробка. Раз. Два. Три. Шесть. Семь. Семьдесят сантиметров длина и высота. Семьдесят сантиметров. Ну и здесь она. Пятьдесят сантиметров. А так вот. Крепкая, обыкновенная. Прорезал. Стекла вставил. Вот она. Стекла. А это я закрываю на ночь, чтобы было. И здесь. Ну. Это мне мешает. Это днем я перегораживаю им. Тут разные опыты делаешь с ними. Полезные для них. Они это любят. И у голубей вертлящики. Голова заворачивается. И он куда клюет, так и лечения нет. По сегодняшний день не изобрели лечение. Только уничтожать. Заражает голубей. Курицы от этого не болеют. Для человека это и мясо. Все полезно. Ну вот. Господь допускает это дело. И вот нынче получилось так, что когда заболели голуби, я их приносил сюда. Ну жалко. Очень породистая. Но все равно вылечиться никак нельзя. Ну. Потом я поймал здесь, когда к моим голубям въесть стали прилетать воришки. Дикие голуби. Сейчас подойди поближе, посмотришь как. Вот он. Он выскочил. Сидел здесь. Погляди. Обыкновенная серая. Вот он сидит. Вот сюда подальше вот сидит. А она вон на гнезде сидит. Под ней яйца. Вон она сидит какая. Ну что. Пришлось сделать вторую. Коробку. Ну почти такого же размера. Видите, как я в ней вырезал. А она плохая коробка. Я всю перешил капроновыми нитками. Она прогнутая. Палочку пришил. Просверлили. Видите, она теперь прямая. Все как есть. А тут отверстия им кверху лезть. Это на палочке, что-то на дощечке. Все это пришил капроновыми нитками. Сейчас закрыто. Еще время-то раннее. Сейчас я не знаю сколько. Шесть-то нету еще часов. Мы закончили молитву. Я встал сегодня в три часа утра. Ну просто необходимо делать. И вот этих голубей оказался один. Потом поймал второго голубь-голубка. Но они познакомились здесь. Потом я их стал выпускать. По комнате летают. Потом приучил. Себечки здесь насыпают. Стали залетать. А она снесла яйца. Два. Но у меня наверху голубь породистый. Дубонос один залетел от кого-то. Один такой интересный голубь. И тоже ошибку сделал. Я яйца убираю, чтобы иначе как они замерзнут. И у нее голый живот, чтобы греть. Здесь перышки выпадают на животе. Я убираю их. А тут не убрал. Думаю, как только она сядет парить. И это так и получилось. Но это опоздало маленько. И теперь, когда которые сидят там у меня роженицы, я их называю, парят, яйца выпаривают. Я перед ними насыпаю семечки. Другим даю, они не вылетают. Потому что они в роддоме лежат. Тогда я им отдельно по горстке. Ну и на ночь, видимо, залезли мышки. Ее шевельнули с места и одно яйцо утащили. Они прямо могут хвостом затащить его, сваргнуть. Осталось одно яйцо. Это одно яйцо от породистой. Положил под нее. У ней три сейчас. То есть подкидыш один у ней будет. Вот пример. Я вожусь с голубями. Ну и попробуйте. Вот у меня сестра, она хорошая, со старобрядцами там. Я говорю, ты у старобрядцев встречала, когда, чтобы голуби держали? Она моложе меня. Я с 39, она с 52. Не знаю. Стала спрашивать нигде, ни у кого во всей стране нет. А я их знаю. Такой немиролюбивость, берепый характер. Не будут голуби водиться. Они, говорят, храм строили, и голуби там прилетают, дикариты. Так они камнями их кидали, говорят, у нас отгоняли. А у меня три голубятни. И голубятни настоящие. Там все реалистично. 9,6 только высота на столбах, на бетонных пасынках стоит. Как от грызунов избавиться. Как от ястреба. А то тебе разгон дает. И красота какая. У злого человека голуби не водятся. Статья прошла, и два заголовка огромных-то. Вот себя и проверьте. Как относитесь к голубям? Это один из определителей. Что вы любите? Собак любят, кошек любят. А голубей любите? У злого человека голуби не водятся. Я встречался, бывает, человек отсидел, срок там за преступление. Голуби у него, он с голубями. Это не определитель, но так пишут, я говорю. Я сидел с одним директором. Главный рыбак Алтайского края, Север Владимир Митрофанович. И он в одной камере мы сидели. И с нами сидел преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Вот откуда я знаю про космонавтов, их характер, Туполева. Он все рассказывал. Ну, камеры деваться, это некуда, сидим. Это все попутно рассказывают. Еще на дело-то мы не дошли. И вот он и рассказывает, говорит. Сейчас, говорит, освобождается мужчина один. Ему 25 лет уже будет, 26. А ничего еще не знает. Жизни не видал. Освобождается. А что сделал? Он, говорит, голубей держал, пацан. И где-то он там зарабатывал, сусликов ловил, сдавал и купил хорошие голубей. А рядом там живут такие два брата. Они у него замок сломали, голубей забрали и съели. Он еще, ну, милиция, милиция, что, голубей тебе будем охранять, что ли? Ну, он снова где-то заработал, помогал кому-то опять. И они опять, и сидят в окно, и смеются над ним. Ну, чего голубятник-то? Доброту нашел какой. Ох, и вкусно они после выпивки-то. Он снова заработал третий раз. Но купил уже не голубей, а купил ружье. Обрезал его. Пацан, 15 лет. И пошел. И когда они в окно-то высунулись, смеются над ним. Он выстрелами обоих убил сразу. Наповал. То есть он потренировался. Ну, это есть. Поднятый целине там про одного такого описано. У Шолохова. И 15 лет на десятку дали. Больше-то малолеткам не дают. Вот он освободился и первым делом голубей завести. Вот в суде он, злой или не злой. Ну, вот случилась такая беда. Это между делом. Главное, это у нас впереди. Господи, помилуй, отпустить. Забыл решетку. Спят пока. Пускай кормить надо, поить. И вот теперь считай дальше. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, одноклассникам, из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум. А потом возвращаемые ответы к вопрошателям. Теперь видны на нашем видеоканале во свете Библии открытым окном. Ну, вот где. Как это к нам выйти? И чтобы их выставлять. Сами выставляли люди. Но мне уже посоветовали. Вы сделайте более упрощенную. Зарегистрироваться-то надо все равно. Ни на одном ресурсе без регистрации нет. Но регистрация у нас очень простая. Вот я сейчас покажу. Ну, найдите систему. Вот у меня Яндекс. Смотрите. Ютуб. Вот оно где. Ну, это наши ресурсы. Мы их откроем. Гугл. Это общие. Это не наши. Наши вот где есть. Ну, допустим, мы откроем Яндекс. Я его нажал. Вот. Ты сейчас введи сюда слово. Я тебе скажу какое. Вопросы. Вопросы. Игнатий. Два слова. Что получится? Посмотрите. Сейчас я нажимаю найти. Все. Вопросы Игнатия и Лапкину форум. Два слова только. По-русски зарядите в гугл и все. Вопросы Игнатий. Ничего не надо. Ну, а теперь я нажимаю. Вопросы Игнатия и Лапкину. И что он откроет? Вот наш православный форум. И вот они где вопросы. Ну, может быть, неправильно там что-то. Ну, можно как-то. Вопросы. Вот. Ну, а здесь-то, когда вы зайдете. Вот это вопросы. Вы уже зашли. То вот здесь под храмом Христа Спасителя. Вот новое сообщение. Новое. Вот сюда надо нажать. Вот новое. Видно, нет? Я нажимаю на нее. Это уже на форуме. Все, уже вы здесь. Все. Вот они, пошли вопросы. Страница какая? 323. Ну, вот. Теперь надо зарегистрироваться. Уже вы зашли. Все, уже на форуме. Главная страница. Вот дальше я показываю. Слева, вверху. Вот она где. Вот я сейчас ее нажимаю. Нажал. Вот она, главная страница. Вот здесь, вот вверху, вот слева, идет регистрация. Как зарегистрироваться? Ну, ни на одном ресурсе нельзя писать подряд, чтобы все. А иначе он будет что попало делать, его нельзя заблокировать. Там и по адрес должен быть. Вот. Ну, это как вход в наш. Тут сильно много помог мне парализованный Сергей Козлов, низкий поклон ему всегда. Он помог просто оформить. У меня так не очень было. И теперь вот слева, главные какие темы. Что тут написано? Контакты, форум, сайт во свете Библии, наши фотографии, наш видеоканал на YouTube. Посильная помощь, полезные ссылки. Видите, сколько? Это все надо было сделать. Еще раз говорю. Парализованный. 13 лет. И делает работу за троих. Нам просто Господь дает пример. И он должен умереть давно при его болях, как он висел. Но Бог его держит, чтобы дать пример. Как бороться с этим. Как Бога благодарить. Не умер от страха. Что бы с тобой ни было. Надежда есть. Почему? На Бога. Он Бога нашел. Он, может, и не знал так Бога. Как сейчас. Вот я показал, как нужно найти и как участвовать. Теперь на форуме заходите, ну и начинайте участвовать. Вот я спрошу, вот это у нас было или не было? Так. Вот это про это показали? Не было. Нет. Не было. Ну это за день, которые пришли. Что она? Батарейки. Батарейку пришла. Ах ты, была она такая. Где она там? Никита, подни. Собери подальше. Видишь, какая чудо хвостатая, а? Ну. Подожди, давай сюда. Ну это я как вместо мышки. Ну считаем. Отвлекаемся немного. Ничего. Прошу прощения. Мне просто интересно все показать. Александр Гембержевский. Игнатий Тихонович, смотрю ваше видео и склоняю голову. Сколько же он височетательных знаков? Посчитай. Чего он голову склоняет? Значит нравится. Семнадцать. Ну, не все такие люди, которые там ничего не знают, не считают, а только нападают. Но и те люди нужны для чего-то. Дальше. Преклоняю пред вами. Это у нас ректор университета. Двадцать одна тысяча студентов. Где бы он ни был, присутствует на профессорском совещании. Я оказался там, он сразу меня заводит. И перед всеми обнимет, поцелует и скажет, я преклоняюсь перед этим человеком. Евстигнеев, Владимир Васильевич, доктор, академик, там, ну, где столько у него всего. Почему? Значит, Господь допускает то и другое весы выравнивать. Одним нравится, другим не нравится. Ну, и весы-то выравниваются так, чтобы не зазнавался. Я постоянно смотрю ваше видео и очень счастлив. Ну, пожалуйста. Но это не выдумка. У других всегда, да, он сам придумывает. Ну, как придумывает. Видно, что за какое число. Тут не показано число. Вчера написано. Нету. Дальше. Любовь Кулиш. Замужем за Николаем Кулиш. Родной город Кривой Рог. Вот она стоит. Видите, как одета хорошо. Это я люблю. Просто как и мужчина. Ну, все нравится. Да, еще на фоне храма. Какая картинка-то? Хоть открытку делай. Вот они, настоящие русские люди. Как они выглядят. Дальше. Спроси Бог, Игнатий, за мудрые наставления, за доступность и разумение ваших речей, крепости телесной, мудрости Соломоновой и Божьей благодати. Еще себе мудрости Соломоновой. Но Соломонову мудрость, мы уже знаем, чем она окончилась. Вот. Дай Бог, чтобы мудрость была, говорит, Христова. Инна Рябенко, родной город Изюм. Это что у нее тут? Хлеб продают или что? Нет, это книги лежат. Это книги? Вот это книги вверху? Ну да. Так а что они такие кривые? А что кривые это? А я думал, калачи хлеба. Ну как кривые? Просто, ну как всегда. Я не знаю. Ну вот оно, видно, что изогнутые вот так. Я думал, это калачи лежат. Нет, такие огромные книги лежат. Ну ты уверен, что книги? Ну ладно, ладно, я поверил. Ладно. Хоть и трудно поверить в это. Ну видно, что кособок. Ну вот оно изогнутые вон как. Так не бывает у книги. Ты, Володя, думаешь, это книги? Ну надо же. Вот видите, какой я. Вот она стоит какая. Ну, просто замечательно. Прошу, кто будет регистрироваться и будут вопросы задавать, прямо на форум задавать. Уже вконтакты не надо. Модераторы могут отдыхать теперь. То обязательно фото вставлять без темных очков. Смотреть прямо, чтобы я видел глаза, с кем я разговариваю. Все. Дальше. Спасибо, Игнатий Тихонович. Открыло для себя ваш сайт очень много полезного. А вообще деятельность гигантская. Помоги, Господи. Гигантская. Это уж не кто-то видит, что сделает, а ваш руководитель или председатель, глава миссионерского отдела Томской епархии Максим Степаненко. Он побыл один раз, он это видел. Ну, действительно, Господь позволяет это сделать. Это Божье дело. Дальше. Серафима Юсим. Слава Богу за все. Божьи планы лучше наших. Она чем-то напоминает мне. Артистку отыграет ликвидация. И она там с этим... Жена, она как венгерка или кто была с ним вместе. Который, главное, там у них все это нападало. Игнатий Тихонович, операцию Варвары прошла хорошо. Спасибо, Господи. Она просила молиться. Мы всегда молимся. Я писал ранее вам. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Очень прошу молитву о тяжко болящей рыбе Божьей Варваре. В среду утром у нее операция. Девочка попала в автокатастрофу. Спасибо, Господи. Видите как. Скорь к матери. Я видел скорбящих людей. Мы были в Беслане, где детей захватили. Ну, я положил на сердце, чтобы Господь помог подарить книги. И оттуда у нас благодарность, бумага. И вот там в библиотеке работает женщина. Очень приятные черты лица. Видно, что красавица была. И вот у нее столько застывшего горя на лице. Она потеряла детей. И с ней даже говоришь, она все еще как будто там. Все еще дым пороховой застит глаза. От взрыва, от пуль, от всего. Застывшая печаль. А как ее убрать? Об этом я не считал нигде. А почему ее убирать-то? Это знак твоей любви к детям. Бог так наложил эту печать. Ничего тут плохого в этом нет. От этого суетного мира, говорится, отвлечься. Дальше. Елена Гришкевич. Бог нам прибежище и сила. Скорый помощник бедов. Солон 45. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Простите, как относиться к такой информации? Дело в том, что я читаю мелко. Я еще не читал. Не знаю, что тут написано. Хорошая при меня. Поносительная. Вообще не знаю. Чистого листа. Вот сегодня открыла, я даже не считаю. Не то, что я выбираю, нравится, не надо. Но если бывает, увижу там, богохульник какой-то. Ну, бывают такие. Заходят с матерками. Ну, тогда уже разговор понятный, какой надо. Я прошу тех, которые начинают что-то пакостить. Ну, помни, что у руководителя сайта своего есть рычаги особые. Я могу закрыть, и он больше не будет заходить даже. Дальше. Что тут написано? Так, итак, 40 дней, которые очень скоро истекут, в скобках о явлении святого поездия святогорца. Ну, то есть умер человек, и 40-й день дальше. Та информация, которую я хочу сообщить, возможно, уже известна некоторым из моих читателей. Как выяснилось, эта информация распространялась по Рунету, особенно в блогах, еще в конце ноября. Но она каким-то образом прошла мимо меня, хотя я слежу за новостями довольно тщательно. Узнал я об этом только вчера, и еще день у меня ушел на то, чтобы проверить эти сведения. Не фейк ли это? Или провокация? А что такое фейк? Ну, обманник, то есть. Обманник. То не все знают то, что было. Никаких серьезных опровержений этой информации я не обнаружил. Итак, дело в том, что святой поездий святогорец явился к кипрскому монаху и предсказал, что у мира есть 40 дней отсчет с 28 ноября, прежде чем начнется большая война. Ее итогом будет возвращение Константинополя к Греции и торжество православия. Ну, то есть, дальше говорится, вот я вам покажу, если можно, сними, это большое она написала. Я считал, это выходит в другом месте только. 40 дней назначено от вас 8 ноября. Ну, вот-вот уже где-то там, так, грубо говоря, накину до 10 января. Видно будет, что. И все это, кто-то будет воевать, а Стамбул достанется, вернется к Греции. То есть, все еще той ностальгией болеет где-то. Ну, и что? Никакого значения не придаю. Никакого значения для спасения моей души, твоей, это не играет. А это для греков. Греческие видения. И уже 10 января, когда ничего не будет, год пройдет, ничего не будет, и забудут, как Черниговский Лаврентий говорил, там, кончина какая, что, еще в 92-м должно было быть. Такие материалы распространяли. И вдруг ничего нету, и забыли, как будто не говорили. То есть, его перетолковывали. А у него этого и не было. Дальше. От Иннокентия Мельникова. Мир вам, Игнатий Тихонович. Прошу ваших молитв. Очень в этом нуждаюсь, так как нахожусь в бедственном духовном положении. Спаси вас и ваших близких. Христос Бог. Иннокентий Мельников. Помоги, Господи, спаси. Ничего не написал, непонятно, но мы вызвали к Богу, а всех, кто к нам приходит. Кто еще? Мир вашему дому, Игнатий Тихонович. Ваш канал смотрю и пытаюсь найти истинного пути в православие. На этот путь встал недавно. Все в суете погрязал. Ваша непреклонная вера достойна уважения и полезна людям, как пример для подражания. Так держать. По скриптам. В наших именах есть немного общего. Игла и меня называли. Может и во мне Христос такую веру откроет. Дай Бог. Ну тут вопросов никаких нет. Вот относительно фамилий, имен. Фамилии давались не случайно. Я нигде не читал про это, но так уже воображением дошел. Когда наступило время давать фамилии людям, разделить, разградировать. Поэтому там где-то по тогдашнему какие-то земские управления. Где-то давали-то. Именно фамилии-то давали. Ну и сидели люди-то, умели глядеть-то. И вот говорят, какая самая в мире распространенная фамилия. И все сказали, Иванов. Нет, не Иванов. Не Иванов. А какая? По специальности давали. По кличке отца, по матери, по месту жительства. Они все должны были иметь там. Курицы много держали. Да Курицын. Курицын так и остался. Курятников. Опять же так. Граф Блудов. А чего? Ну граф и Блудов. Наверное, что-то было там где-то. Так вот, самая распространенная специальность была не молоковоз, не сторож, а кузнец. Плотничать каждый может что-то маленько там отрубить, положить балку, дом построить. Хоть плохо, как сорочиное гнездо сделать. Но кузнецом быть, это искусство. Это и горно уметь пользоваться. Это очень распространенное. Поэтому Кузнецов, Шмидт, Смидт во всех нациях, где только есть перевод слова, самое распространенное, ну зарядите где-то в гугл, в моем мире, в контактах. Посмотрите, сколько там таких. Зарядите Путин, ну зарядите Ворошилов, зарядите Иванова и Кузнецова. И вы увидите разницу, разница в сотни тысяч. Вот давали вот. Тут один раз обиделся у меня, я его ничего не сказал. Сказал, когда у меня обыск был, понятые должны были. А потом я стал смотреть-то, в Тарапях-то не считал, Тупицын и Карманов. А меня обобрали. Вот хочешь, ну нарочно не придумаешь-то. Откуда-то же это есть. И такие фамилии встречаются, что вообще Сукин, а чего? Кобелев, Кобелев или... Вот откуда это? Собакин, Кошкин, Кошкин есть, матрос Кошкин. И какой? Морковкин, Картошкин, у нас Колбаскина, Пенкин. То есть что-то это такие вкусные. Колбаскин вообще. Когда-то колбаса уже была. И поэтому имена, если в Святцах, то фамилии разброс очень большой. Потом писали с ошибкой. Вот у меня знакомая есть, пишет Петеримов. Две ошибки. На самом деле Петеримов. Петеримов это от слова. То есть его звали Петеримов, а это чей? Да это Петеримов записали фамилию. А это чей? Марья живет одна. Все. Вдова? Вдовин. Ну то есть им сказали, как можно шире разброс сделать. Но друг с другом-то они не созванивались. И там тоже могли быть фамилии. Поэтому в разных областях... А бывает уже прозвище какое-то было там. Ну, сердце. И Уткин, и Селезнев. Ну, какое угодно скажи. И фамилия такая есть. Ну, правда, суровый человек был. Сказали суворый. Ну, так Суворов и пошел. Какое происхождение? Дальше. Александр Гибержевский. 40 лет. Первомайск. Украина. Ну-ка. Все. Спасибо вам, Игнатий Тихонович, что я у вас в друзьях. Почти всю ночь не спал. Мыслил о ваших словах. И сейчас смотрю вас в Ютубе. Вот откуда я знал, что люди будут на Украине смотреть? Пожалуйста. Перехожу на следующую страницу. Это столько пришло. Иван Беленко. 32 года. Павловск, Россия. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Смотрел ваши видео одно. Вы священник? Нет, не священник я. Брат у меня священник. Старообрядец или неконянин? Из старообрядцев без поповцев. Ну, так как мы сейчас... Даже вот зарубежная церковь, это все неконянин. Ну, ко мне это слово не подходит. Я ни никонядин. Ну, как? У меня природа такая, что я с другого был. Вот молятся как крестное знамение, так и так. У нас равнозначно. Равно спасительно. Но я с детства приучен так. Я знаю, что Златоуст молился одним перстом. Католики питью. Вот о молитве тут будет вопрос. Я подробно отвечу. Дальше. Тут что-то непонятно. Шаман какой-то с бубном стоит. Считай. Кто такие? Здравствуйте, многоуважаемый и наимудрейший Игнатий Тихонович. Пишет вам, однако, потомственный оленевод из Чикотского края Прохор. То есть, или придуряются, или что-то у них слово однако встречается. Однако. Баба идет по берегу, против течения лодку тащит. А он в лодке сидит. А тот на берегу сидит. А баба варит, кашеварит. Здорово, здорово. Ты куда? Да бабу в роддом везу. Баба по берегу лодку тянет, а он сидит в лодке. Однако бабу в роддом везу. Вот. Однако. Ну, кто-то, видимо, под них подделывается. Может быть, это не... Все это взято от них. Как они едят, руками берут. Оленину. Дальше. Потомственный оленевод из Чоколадского края Прохор Бельдяев. Мы частенько собеляемся всем чумом и с большим интересом, однако, смотрим ваши познавательные передачи. А воплесе у меня такое, однако. Почему Бог избрал для себя избранным народом именно евреи, а не допустим не нас или кого-то других? Чем мы хуже? Как-то обидно, однако. Однако. Ну, столько раз сказать однако, это явно, что кто-то придуряется. Я уже не верю в это. Ну, а если это так? Но, однако, я вам скажу. Богу указывать не будешь. 2896 наций, из них 2095-895, называются язычники. На других языках говорят. Бог избрал Авраама, однако. Вот так Богу угодно было, и надо согласиться. А почему я мужчина? А почему она женщина? А почему у меня рост такой? А почему у меня волос такой? Почему у меня голос такой? Что-то можно изменить. А Господь говорит, волос не можете сделать, а сейчас покрасить могут. Не можете, говорит, на локоть себя выше сделать. Сейчас там Елизарова, метод, что-то могут. Но не может человек. Бог так избрал. С этим надо согласиться и успокоиться, однако. Ну, что сделаешь? Однако живете мало, много пьют. И 36-37 лет, как у наркоманов. Однако я не согласен с этим. Я хочу, чтобы вы долго жили, однако. Чтобы хорошие вы были. Ну, и все проще, однако. Ну, вот так. Дальше. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Хочу задать вам очень интересный вопрос касательно использования нефти. Мое размышление навело меня на мысли о происходящих землетрясениях и цунами. Как? Повтори. Мое размышление навело меня на мысли о происходящих землетрясениях и цунами. Ну, если это правда, то надо в Японию подать это. Там это, понимаете, это патент. Миллионером станешь. Они все еще до конца не могут узнавать, когда будет цунами. Вот я заранее скажу, даже не знаю, что дальше. А то вообще чудесный человек должен быть. Мне кажется, что нефть является смазочным материалом для мягкого, скользящего движения тектонических плит. Заводы, которые занимаются откачкой нефти, и есть настоящие убийцы людей. Как вы думаете, это имеет место быть? А то все спрашивают, вернее, ищут ответы на вопросы, откуда берутся всевозможные катаклизмы. Ну, а откуда они берутся? А что-то там внизу прикрепление какое-то? Да, какой-то файл. Ну-ка давай, вот он какой. Это кто такой фестиваль? Третий международный фестиваль «Звенящие кедры». Ну, нет, нет, никакого основания это не имеет, пока это не докажете. А чтобы доказать, вам нужно увидеть, какие плиты ползут в пустыне, допустим, в Сирии. Ну, какие там плиты, тектонические плиты, до них не доходит, нефть намного выше. Ну, я считаю, это просто во сне это сказал. Или они вот такие, которые поют там, как барды, многое придумывают. Вот, изнеженные такие, склонные подкаблучники почти все, которых я знаю, вот это подкаблучники, которые так, не просто играть на гитаре, а где-то выходить перед людьми надо и прочее. Я его не знаю, еще раз говорю, не знаю, просто у меня мнение такое, закрыть-то не знаешь как, полностью закрыть. Ну, вот я его закрыл. Ну, вот все, теперь из других ресурсов у меня, с моего мира, я тут вот прочитаю, что за день наговорили мне. Алексей Сергеевич, уважаемый отец Игнатий, очень полезны ваши труды во свете Библии. Почему вы не хотите войти в лон РПЦ Московского Патриархата? На мой взгляд, ваш удивительный дар познания Библии наверняка был полезен всей нашей церкви и ее прихожанам. Понимаете, тут много, что я уже не раз говорил. Если бы они желали, мы бы поговорили. Тут у нас была уже согласительная комиссия при Максиме Дмитриеве, епископе, но они не держат слова. Две встречи прошло, у нас они побыли, в епархии провели, в Потеряевке уже все, барашек батя заколол батюшкой. Не приехали, сидим ждем, нету, нету. То есть совершенно не обязательно, не держат слова, это и беда их. И непрерывная ложь, преследование, вот это, вот это раболепие перед епископом, перед патриархом, там святейшее святейшество, вот что, и мстительность. Вот это злонравие, вот это воспитывают семинаристов, это просто патриаршая кодла, злобная. Это большая беда, лет через 10 уже здесь будет, какие они есть. Это быть с ними вместе, дальше открытые двери, все через дверь хлещут. А написано 5.43, Диане Апостолов, из посторонних никто не мог пристать. Здесь все вот так, то есть как таковой церкви-то нет, границ нету. Крещение извращено, все таинства извращены, рукополагают до 30 лет. Они должны быть извержены, связь с властью. Организовал патриархию Сталина и Берия, это Бериявско-Сталинская карманная патриархия, развозить заразу коммунизма. То есть столько всего, и они не хотят выслушивать этого даже. Как туда пойти? Пойти это на смерть. Я заранее знаю, что меня там ждет 40 киллеров на первом повороте. У нас уникальнейшее положение. В патриархии наша община не была ни одного дня и никогда не пойдет. Но у нас мирные отношения, признаем благодатность московской патриархии. И они гоняются за моими книгами, пытаются что-то делать. Но нигде пока не было автодапы этого, чтобы сжигали, как Осипова. То, что есть. Русская православная зарубежная церковь открыла нам двери к свободе. Хотя по жизни они ничем не отличаются. И был принят акт о каноническом общении. Не более того, ни о каком объединении речи не было. Ну и дальше уже, как говорят, приходит враг, наемник бросает и бежит. Потому что пришел вор. Десятая глава Евангелия Атлеяна. Мы видим это так же. Приехал Путин. В данном случае он как раз те, которые не входят в пастыри. А эти бросили все. Потому что там уже все к концу идет. Зарубежная церковь. Люди приезжают, приезжают сюда. Не отлучать их. Ничего нельзя. Причащаются здесь. Это был момент, чтобы как-то сохранить зарубежную церковь. А теперь пятилетний переходный период. Епископы Евтихи назначают, уходят. А то там все. Вверху идет игра. Без нашего ведома. И теперь они нас не знают. Ну и что, что ты не знаешь? Как не знаешь-то? Я с ним сколько ездил и по Америке. И встречались. И батюшка с этим Иларионом Капралом. Который первый иерарх русско-православной зарубежной церкви. Прекрасный человек. Все. Ну он раб теперь там. В этой клетке в золотой. Человек очень болящий. Там разные операции. Там все это есть. Вставляет какие-то там стержни в ногах-то. И что спрашивать? Я ничего не могу сказать. А у вас епископа нет? У нас есть епископ. Он был и остается. Вся зарубежная церковь. Это наша. И такого, чтобы общину отбросить. Над вами структура, система. Мы это не признаем даже. Он есть? Нет. К нам они никакого. Вот дали нам антиминсы. Все. Связи никакой. Только поздравительные были. А теперь он не может запретить меня молиться за него? Нет. Да их никогда не было. Это структурировано. Чаплин про это сейчас рассказывает. Слово сказать. Я тогда не мог ответить на вопрос о Чаплине. Я говорю, он сам ответит. А он ответил. Теперь я комментирую. Ролик уже выстоял. Сел Чаплин. Я разборю его. Дальше. Молитва. Молитва. Кто-то пишет. Ну вот какой Майл.ру там и что-то 79. Это невыдуманное. Здравствуйте. У меня к вам есть вопросы. Которые меня мучают уже долгое время. Его мучают. Почему он обращается не к Осипову, не к Кураеву? И к другим же. Там Каскуны есть. Ткачев. Ну обращайтесь туда. Я не патриархийный. Не патриархийный. Но у меня ответ во свете Библии. Я посмотрел там Каскун, Максим. А то он будет знать, что я говорил. Но я не враг ему. Две минуты, три, пять минут. Все. Ролик закончен. Кошку можно не держать в комнате? Собаку нет. И нигде не опирается на Священное Писание. Ну редко-редко где. У меня во свете Библии. Вот сейчас сами увидите. Мне задан вопрос. Но не мне задан вопрос. А через меня хотят узнать, что Бог говорит об этом. А это так. Ответил на один вопрос. В следующий раз ты опять придешь. Курицу можно не держать? Про Курицу ответил. Следующий ролик будет о Голубе. Можно держать в комнате? Ну то есть, вот это вот, это патриаршее все. Как говорится, младостарчество. Это у них и есть. А они непрерывно привязывают. Батюшка, благослови. А кто вас благословил? Я считаю Библию. А вас благословил, батюшка, Библию считать? Земные поклоны увидели. А вас кто благословил земные? То есть, как будто бы общество дураков Бог набрал-то. И о пупе, о пупе, это, оглупили их попы. За каждым делом. В смятку варить яйца или в Крутую, в монастырь поеду. Разные эти хаджи, паломнические группы едут куда-то. Все это ненужное. Поэтому в московской патриархии быть, это пойти на смерть. Дальше. Я общался с мусульманами. И у них на молитву есть свои доводы. То есть, они читают молитву так, как сказано это в Коране из Сунья. Предание от пророка Магомеда. Как учил их сам Магомед. А в православии есть ли свои доводы на это из Библии? Я много раз смотрел ваши видеоролики в Ютубе. И там вы делаете поясной поклон и земной поклон. Те же движения, что у евреев и мусульман. Это все взято из Библии. Видишь, как что интересует его. Ну, по порядку, чтобы не досчитать. Православные не умеют молиться. Кланяться не могут. Вот смотрите внимательно. Двуперстный или троеперстный. Двуперстный, значит, два пальца согнутые, чтобы одинаково здесь были. А здесь внизу три. Так князь Владимир крестил. Так крестил, то есть молился Сергий Радонежский. Основатели русского монашества Антоний Пеодосий. Ну, и все, которые были до Никона. 700 лет так молились. И вдруг рубить пальцы не так. Ну, понятно, раскол-то кто произвел. Никон произвел раскол. Раскольники не коньяне. Но не старообрядцы. Они не делали раскола. Их вначале преследовать, давить, жечь, жечь Павел Комельский. Один только епископ сказал. Ну, что же, только прошел стоглавый собор. И сказано только так молиться-то. Заточили, сожгли. У русских своя инквизиция была. Ну, и на 12 миллионов, как у католиков. Как креститься надо? Вот зайдешь в церковь. Посмотрите, как люди. Куда попало? Посмотри, как патриарх крестится. Он вот так вот и куда-то туда. Вот туда. То в нос, то в пах. Ну, что это за крещение-то? Даже Путин крестится более правильно. Нужно креститься так. Вот персты сложены так или так. Трое персты. Значит, центр лба. Научись. Центр лба. Даши, где у тебя пуп шлева? Господи Иисусе Христе. Сыне Божий. Вот точно правое плечо, где сочленение идет. Помилуй меня грешно. Точно на левое плечо. Вот на левое не доносят. Вот так вот где-то крестят на чреве. Вниз руку опускать до пупа. Если на грудь, крест перевернут получается. Нарисуют. Здесь выше. Там ниже. Колдуны так молятся. Сейчас захалися. Слободского закон Божий. Все это нарисовали. А я об этом 50 лет говорил. А теперь, я не знаю, откуда он это взял-то. И теперь, сначала совершить крестное знамение. Руку опустить и тогда поклониться. Поклониться так, чтобы в коленях не сгибать колени. Рука могла пол достать. Не надо опускать. Для проверки. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мне трудно кланяться. Я всю жизнь работал на стройке. От чрезмерных тяжестей у меня раздавлены там межпозвоночные диски. Сделали операцию. Меня привезли в лежащем положении. Можно только лежать и стоять. Но не сидеть. Ну, мне сделали так, чтобы я обедал и все, стоя. А потом лежать. 4, кажется, месяца. Ну, а дальше наклоняться это не дает. Там страслось, а все. Но я-то хочу. И каждый раз говорю, вы не смотрите на меня. У меня никак. Я вот так потом хрустнуло что-то. Года через три-то. И теперь я снова кланяюсь, как будто ничего не было. Но у меня две грыжи там еще сидят. Земной поклон точно так же. Повторяю, сначала перекреститься, опустить руку, потом кланяться. В церкви патриархийная. Вот так вот. Одновременно кланяться. Только ни конья не так делают. У старообрядцев ни один никогда. Во веки, веком этого не сделают. То есть крест еще, говорится, не построен. И никому дела до этого нет. Даже крестное знамение не учат совершить. Попы, как вы отвечать перед Богом будете? Теперь земной поклон Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне грешен. Колени должны коснуться земли. Руки десять заповедей. Сюда и лбом коснуться. Вот. Это полный земной поклон. И когда ты в день сделаешь таких тысячу поклонов, как протопопа в вакуум, кланяться сам, а иногда и рядом Анастасия Марковна жена, если роботишки не пищат. Не пищат. Вот как. Жена непослушная, проще. Красный угол. Где иконы? Я тут немного закрыл. От голубей. Голуби залетают туда. Иконостас. Вот. Некоторые не видят. Это я закрыл. Уже у меня несколько дней. Ну, я знаю, что у меня тут есть. Чтоб видно было. Покажи маленько. Видно, не видно? Не видно, да? Видно. Ну, маленько видно было. У меня больше нигде нет. Все стены закрыты. Ну, здесь вот иконы какие есть. Как иконы? Игнатия. Теперь. Какой-то американец исследовал, что во время поклона, во время совершения крестного знамени, все до одного сустава, какие-то человеки подвижны. Поэтому утренняя гимнастика, это поклоны. Самое лучшее. Поклоны. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, побилуй меня грешного. Мусульмане тоже кланяются. А баптисты говорят там, протестанты, а где это написано, что кланяются? Чего вы кланяетесь? Надо вот так вот руки сложить или вот так вот, глаза закрыть. А Серафим Саровский наоборот говорит. Ты молишься? Закрой глаза. А если сон подходит, открой. Понимаете? Ну все. но хорошо он говорит, что об этом говорит Библия. Я называю Святая Библия. И дальше. Многие представители церкви говорят и делают от себя. Дают свои мнения, а не из Библии. О, до чего приятный вопрос задали. А из Библии надо доказать, что не ко мне пришли, а что Святой Бог Иегова, Дух Святой, говорит через Святую Библию. Вот куда надо отсылать-то? Ну что, отвечает Дмитрий Смирнов, сидит, как ролик, есть там самый наглый на планете поп. Смирнов. Ну люди приходят креститься, ничего не понимают. Ну что, хоть деньги отдадут. Веры-то совсем нету. Куда зовете-то? Наша община уникальнейшая. Почему? У нас запрещено к себе звать. Вы найдите хоть кого-то где-то. А куда? Отправляем в храмы Московской Патриархии. Вот как. Почему? Чтобы не подо... Увидят карикатуру у нас. Дальше. Вы говорите и берете все из Библии. Могли бы вы мне предвести доводы из Библии на молитву? Да. Где в Библии сказано или указано, как читать молитву? Как читать молитву, товарищ? Сколько раз читать? Сколько раз читать? И в какое время? Как? Сколько раз, в какое время? Три вопроса. Может, этому научил сам Иисус? Или это написано в Ветхом Завете? В Библии я просто этого не встречал. Или просто не заметил. Не обратил внимания. Заранее благодарю вас. Ну, давайте посмотрим. Я говорю, слово молитва о молитве в Библии сказано в полную... Сколько раз? 264 раза в Святую Библию. Ну, как? 264 раза. Я все считать не буду. Только непосредственно по вопросам. Читай. Матфея, Евангелие, 6 глава, 7 стих. Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Вот и все. Молитвы должны быть краткие. Могут быть повторы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного... Ну, исихазм называют. Я говорю, не больше десяти раз. У меня опыт есть. А дальше Божья Матерь, Ангелу Хранителю, Ангелу Хранителю. Яну Крестителю 10, Никола Чудотворец, Святые Пророки, Небесная Сила, Апостолы и Евангелисты. Мученики, Святые Отцы, Жены и Девы. Вот где-то что-то пропустил. Ангелу Хранителю говорил. Вот сто поклонов, сто поклонов. И сколько раз это молится? И когда сначала? Псалом 118, 147 стих. Предваряю рассвет и взываю на слово Твое уповар. Рассвета еще нет. Предваряю. То есть я предваряю вас в Галилее. Вы не придете, а я вас там уже жду. Предваряю. То есть вот какое время молиться. Дальше. Псалом 118, 62 стих. В полночь вставал в славослове Тебя за праведные суды Твои. Значит, говорится в Библии где? В полночь. То есть молиться. В Новом Завете написано, непрестанно молитесь. За все благодарите. 1 Фестоникистам 5, 18. Дальше. Псалом 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Вот все. Сколько раз? Семь раз. У мусульман пять раз. Ну вот я держу это правило-то. Кто со мной живет, если не на работе. Не считая утренней и вечерней молитвы. Не считая. Тогда получается девять раз. Семь раз. Дальше. 18, 8, 2. Говорят, откуда вы берете, что кланяться надо? Вот я объясняю, это уже тем, которые не кланяются. Стоят так или сидят, сидят, обнимут друг друга, за руки возьмутся. Ну, как свидетели так называемые Иеговы. Еретики. Все сидя. Ну, где это видно, чтобы сидя молиться? Перед каким начальником ты говоришь? Ты пришел к губернатору и сказал, дайте стул, я буду говорить с вами. Нога за ногу. Ну, нет напряженности, ничего. То есть, это никакая не вера. А так, в Германии, говорит, поднимите руку. Кто хочет служить Христу или как-то там. Это я у ваптистов уже услышал, отделенное. Там совершенно расслаблено. А когда приехали из России, ваптисты немцы-то, те, говорит, в одном месте собрания ведут немцы, а потом русские. Так они, говорит, сначала табак разгонят, говорит, что тут русские не любят, говорит, с табаком быть. Ну, это так и есть. Тут не надо, говорит, там и Шмейман, Александр, даже у православных, и Николай Косаткин курили. Иван Кронштадтский едва отстал от табакокурения. Хотя сам сказал, уста курящего демонская кадильница. Дальше. Матфея 8.2 И вот подошел прокаженный, и кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Ну, что он делал? Кланяясь. Вот откуда поклонный. Дальше. Матфея 9.18 Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник, и кланяясь ему, говорил, дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. Как кланяйся, мы не знаем. Кланяйтесь, как мусульмане, кланяйтесь, как там евреи. Но у нас у православных такое вот, я показал, как кланяться надо. Святыми поклонами, перед святыми изображениями. Дальше. Матфей 18.26 Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. То есть упал и просил прощения на коленях. Вот, пожалуйста, почему кланяемся мы? Еще. Матфея 20.20. Тогда приступила к нему мать и сыновей Завидеевых, сыновьями своими. Кланяйтесь и чего-то прося у него. Ну, мать кланялась, тот кланялся, другой кланялся. Ну, неужели непонятно, что нужно кланяться? Где-то здесь, вот у меня где. Надо от Има Матфея. Вот. Шестая глава. Я правильно тут ищу? Вот. Когда молишься, не будьте как весемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц останавливаться. Это про православных сил. Пойди в комнату, молясь, не говорите лишнего. А молитесь так, Отче наш. Это единственная молитва молитвы, и она искажается в каждом храме. 30 глава, 6-й, 5-й стих. Притча Соломона говорит, не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. 21-27 откровения. Учность лжецов в озере Огнем. Так это про нас, про православных говорится-то. Молитву, молитву исказили все. Все, 100%. И патриарх ее искажает. Ну, а почему так? Да я разговаривал со священником. Он считает, он считает. Считает, и дальше, ну, в конце. И не веди нас в искушение, но и звай нас от лукавого. Все. Дальше не считает. Я говорю, а почему не считаешь? Предложение-то. Ибо твои царства, и силы, и слава в веки. Аминь. Не знаю так. Ну, почему мы отрываете на этом? А если священники считают, а они добавляют слова. То есть рядовые убавляют, а которые выше добавляют. Я говорю, ну-ка, считай. Даже я брату говорю своему. Ибо твое есть царство отца и сына и святого духа. Зачем вы отца и сына и святого духа поставили? Это молитва. Вы отдельно составьте 100 молитв. И везде отца и сына. Это молитва Господня. Да. Это Библия. Это слова Господня. Зачем вы прибавили? Кто прибавил, никто не знает. Даже Скабалинович. Ну, профессор. Это книга такая Скабалиновичей. Киевской. Еще до революции выпустена. Академии. Там все-все поклоны. Все с рисунками. Профессор. Зачем добавляете? Вот вам и молитва. А Богу угодно это, чтобы мы добавляли? Не добавь и не убавь. Молитва Господня. Вот у нас так, когда батюшки нет, считают, избавят лукаво. А другой считает. Сначала считали здесь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Как у старобрядцев, когда священника нет, они Иисусу молитву. А откуда вы взяли? Я настоял на этом. Другой отвечает, ибо твое есть царство, сила и слава. Вот то, что просчитали о молитве. Дальше. Один пишет. Вики Ольцин. Игнатий Тихонович смотрел занятия по скайпу. Как можно стать участником таких занятий? Ну, потом что-то он тут сообщение удаленное, я не знаю. Я так и беру. Удаленное сам удалил, видимо. Дальше. Косари на лугу. Песни о вас и многих верных божьих детей. Видите, что? Видно, что человек знает и песнопение баптистки. Он православный-то, не православный. Но я не могу ничего... Но хотел бы быть на занятиях. Я их не веду. Я сказал, но Сергей у нас кинолог. Он с собаками занимается. Дрессировщик, проще сказать. И у них там какие-то выступления по-разному. И он в другие регионы выезжает. У него собака чемпион России. Значит, он может заниматься. Притом собака, которая брошена была. Готовая, чтобы ее усыпили. Муж там какой-то был, Павел. Оставил жену и собаку ушел. И она не знала, куда деваться. И он ее взял. Взял и из нее что-то сделал. То есть это профессиональный. Да, он жестко обращается с ними. Я не согласен. Я сам дрессировавших собак в уголовном розыске занимался. И то, что у них сегодня чемпион, у нас бы по школьной программе не выше третьего класса был бы только. Что мы делали, что мы занимались. Какая следовая работа. Через сколько часов. Средина остановки. Что мы делали. Уголовный розыск. А у них только берет собаки искать что-то. И перед носом трет. И на носу там какую-то вещь. Мне даже смешно это. Вот. Ну, такие требования сегодня. Под танк не полезут. Дальше. Михаил Ватугин. Очень профессиональное и интересное интервью Чаплина. Ну, вот я его интервью разбираю уже. Она будет из двух частей у меня. То есть все, что есть, просто зайдите дальше. Видно ролик на нашем ютубе. Юрий Громов. Я переношу это все и в мой мир. Дальше. Митрополита Ярославского обокрали на 13 миллионов рублей. Дальше. В Ярославле из дома митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеймона, Русско-Православная Церковь, украли более 13 миллионов рублей в разных валютах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник правоохранительных органов. По его словам, в субботу 19 сентября митрополит обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что с 3 по 18 сентября неизвестные, взломав замок, проникли в его дом. То есть с 3 по 18, 15 дней он не знал. То ли 3, то ли 18. Так их свет простыл. Расположена рядом с церковью Федоровской иконы Божьей Матери. И похитили оттуда сейф. В нем находилось 11 миллионов рублей, 30 тысяч долларов, 3 тысячи евро и 7 панагей образов Божьей Матери, вношение которых положено только высшим церковным иерархам. Как правило, панаги изготавливают из драгоценных металлов и камней. Примещание. То есть интересно, везде крест о Христе, а тут панаге. Это он ниже еще. Ну не может быть панаге и выше креста. Тут даже догадывается. Но выше креста ничего нет. А давайте сделаем круглую. Креста не видно. Это показано, что архиереи так не верят, как священники. Что у них впереди стоит, что там, образ Божьей Матери заслоняет Христа. Бог этого не заповедал. Я Бог, никому славу моей не дам никогда. Ну то есть, она мать-то говорит, что слушайте, что он скажет вам. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Митрополит Ярославский Ростовский Патилейман служит в архиеревском сане с 1987 года. В 1986 году назначался наместником Данилова... Так, посчитай, что тут меня скинули. Дмуха Костя. Громко. Это Константин Дмуха. Сейчас в 7.00 вылетаю. Планирую вернуться числа 7 января. Прошу ваших молитв. Ну это все... Еду... Там еще не все. Еду по работе. Еду по работе. Вчера жена говорила, он болеет. Встанем на молитву. Господи Божий наш, дивный Создатель, слава Тебе. Услыши просьбу этого брата. Благослови его в путь. И сделай труд его полезным и безопасным. И возврати его к своему жилищу. И чтобы он там был Твоим свидетелем. Добрый ангел-хранитель, защити его. Будь милостив. Не допусти нечаянной беспокаянной смерти, аварии. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови брата Константина. И у тебя же домашних. Тебе слава за все во веки веков. Аминь. Потом отдельно будем молиться. Сразу помолились, чтобы не забыть. Вот видишь, сижу. В это время позвонили. Вот у меня телефон какой вообще. К слову сказать, когда люди не знают. А как можно жить в этой обстановке? Не знаю как. У меня пенсия минимальная. 6 тысяч, кажется, 275 рублей 3 копейки. Ну и что? Вот это вот мне купил один благодетель. Пришел в магазин, едва отбился. Вот хорошие надо купить какие-то там еще. Мне не надо только, чтобы я никому не звонил. У меня денег нет. Только ко мне звонят. Ко мне звонят. Смотрю, тысячу рублей кто-то положил. Никто не говорит. Еще прошла неделя, еще 500 накинули. Три месяца прошло, еще кто-то тысячу кинул. Это Бог делает так. И даже адреса обратного нет. Убилайн сообщает и все. Вот открыл. Вот сейчас сидели. 6 часов 9 минут по барнаульскому времени. Утро. А мы уже сколько здесь занимаемся? Да благословит их всех Господь. У меня нет ничего. Все куплено. Это вот колонки там или что-то глазок там. 7 или 17 тысяч. Сергей Козлов парализованный купил. Дай ему Бог здоровья, силы все перенести. Незнакомые люди. Вот колонки. Вот это глазок. Вот это вот. Это все-все куплено кем-то. У меня нет ничего. И в то же время мы, говорит, нищие, но всех обогащаем. Это Бог так делает. Единственное, что мое есть, это мои грехи. Вот это мое уже тут. Прости и помилуй Господу. Я верю, что за меня умер Христос и кровь свою пролил. Страдания на кресте меня он искупил. И дальше. Это про Пантелеймона-то еще. В 86-м наместник Даниилович Монстрея. Погромче, будешь? С 1971 по 1976 был Келеником Патриарха Пимена. Ну вот так. Понятно, что человек пожилой. Ему такие деньги. Держал их там к такой цели, я не знаю. Раньше судили тут одного Елеферия из Белова. Ну и по тем временам это полмиллиона. В советское время это огромные деньги были. Просто огромные. Там полмиллиарда, сказать, сегодня где-то. Ну и спирта у него нашли. Спирт. Где-то 150 что ли литров спирта. А он уже 73 года ему был. И спрашивается, для чего спирту столько? Очки протирать. Ну очки-то протирать, наверное, многовато. И я был там, где его на психиатрии был. Вот на этой кровати лежал, говорит, целыми днями. Священник. Не больной, говорит, еще был. А у вас как? Ну а я целыми днями молился. Если разница есть, то и исход другой будет. Ну давай. Александр Марьясов. Те, которые на нас негодуют, они нас научат любомудрствовать в испытании себя. Точно ли мы христиане? Любим ли врагов наших? И познание всем нашей немощи. Преподобный Макарий Оптинский. Господи, благослови всех гонителей наших, поносителей, самых-самых злобных. Не вмини им во грех. Их злые замыслы разрушат основания. На суде Божьем не вмини им этого. Они не знают, что творят. Я могу сказать. И поэтому, да будут они благословены у Бога. Все. До единого. Если я их чем-то обидел, прошу вас у всех, угонителей, прощения. Простите меня, грешный, страстный человек. Евгений Барышевский. Игнатий Тихонович, мир вам. Я уже начал приобщаться к вере православной. К 50-никам возврата не ищу. Около месяца, посещая храм, твердо удостоверился в том, что церковь одна. Святая, соборная, апостольская. Со всеми ее проблемами. Но эта церковь понял, что протестанты со всеми их достоинствами вне церкви. Еще раз спасибо вам за здравый разбор ситуации вокруг православия и протестанты. Вот как объясняют люди-то. Вот видите, какая работа идет. Если бы эти все люди у нас здесь были, вот сейчас здесь-то. Ну, я не могу сказать, но несколько сот тысяч было бы людей. Где мы были. Я мог бы образовать примерно 500 общин. Общин. Готовых уже. Они издалека приезжают, помогите. Но я этого не делаю. Всех отправляю в храмы Московской Патриархии, к архиереям православным Московского Патриархата. Всех до единого. 53 года. Так не работает. Заранее знаю на 100%, что всех их натравят против меня. Почему? А идите к священникам, покажитесь. Для меня не важно, как относитесь ко мне. Будет существовать наша община, не будет. Это 105 место может быть. Главное быть верным Христу. Нельзя у нас звать никого в обществе к себе. Мы проверяем, проверяем его, пока один раз разрешим к нам прийти. Вот тебе и зомбирование. Вот тебе и тоталитарная секта. Дальше. У меня вопрос. Скорее, нужда в совете. Я начал практиковать утреннее и вечернее молитвенное правило по молитвослову. Стараюсь не просто читать, но и прикладывать сердце к читаемому. Скажите, это ежедневное действие будет животворящим для моей души? Нет, не будет животворящим. Я практикую, не будет. Должно это делать с любовью в Духе Святом. С любовью в Духе Святом. Вот я немножко покажу, где. Считай. 1 Кориферам 14.15. Что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Буду петь Духом, буду петь и умом. Духом! Ефесянам 6.18. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом. И старайтесь о всем самым вас, о всяким постоянством и молением о всех святых. О всех святых, то есть о всех верующих. Это не то, что там медитировать надо и прочее. Это... Видите как? Положил, надо идти. Видишь как? Трудно вас, все равно пройдет. Настырная какая. А так голубей проверять пошла. Все. Но не тут-то было. А вот она, около Никиты сидит. Смотри, Володя. Как не любить? Я кошек, говорит, не люблю другая. Я говорю, а почему ты их не любишь? Так я узнал, говорит, она на суде Божьем будет против нас. Так тем более надо любить ее. Если она на суде Божьем будет. А собачонку самую плюгаменьку увидит на улице, ссылует. Кошка в храме может быть, а собака не может быть. Надо освещать. Собаку, ну, по цене с блудницей сравнивать. Сыну блудницы и собаки пса не внеси в церковь. Не знаю. Вот как говорят, собак держат люди недобрые, особенно те, которые охраняют, злобные. Это хозяин такой же. Осторожно, злая собака. А люди говорят, собака это хозяин про себя говорит. Ну, так или не так. А голуби? О, голуби только у добрых. У меня и голуби, и собаки. Ну и что? Глупости это все. Голуби тоже могут быть у злых. Но голуби это все-таки определитель. Очень сильный. Дальше. Галина Влеська. У брата Сергия Кослова заказывал образа. Герой и стоик. Это он, герой и стоик. Да, истинно так. Сергей такой и есть. Познакомьтесь, пока он живой. Найдите там житие Сергий. Познакомьтесь. И вы тогда о своих болячках забудете. На сайте Максима Степаненко не было. Знакома с ним по вашим роликам. Впечатление от него вполне реальное и адекватное. Ну, нормально. Мы говорим. Видишь, как он сейчас обо мне сколько писал и хорошо пишет. Это тоже очень мужественный человек. Он будет против вас. Меня это не касается. На сегодняшний день я говорю, как было. А дальше, дальше что Бог скажет. Я хочу, чтобы через него Бог сказал. Огоньки не нужны нашим епископам. Сонное престарелое царство. Вот так. Это она активная женщина, московская патриархия. Вот, пожалуйста. Сразу первым делом книги мои выписала. Конечно, заплатила. Галина Влеська. Мир вам. Вопрос. Что говорит Бог в Библии о духовном возрастании человека? О, вопрос. Раб, слуга. И кто может быть третьим? На пятилетие нашей общины, поздравляя сестер милосердия, сказала, что служить Богу делами милосердия – большая ответственность перед Богом. Что мы не рабы. Мы уже слуги. И Бог надеется на нас и доверяет нам служение людям. На это наш батюшка спросил о том, где об этом прочитала. Приезжая о рабах и винограднике, о слугах и талантах, о сынах света своих, говорит Бог в Библии. У меня не получилось через мой смартфон напрямую задать вопрос на новые странички форума. Буду пробовать. Слава Христу. Ну, Галина, в леске, ничего я тебе отвечать не буду. Заперла куда. Покажи. Проверять. Ее трогать нельзя. Мыши везде бывает. Она все проверяет. Хозяйка. Пошла. Одна отдыхает, а эта за ней следит. Вот, посмотри, какая красота. На какую высоту забралась. Им надо свободу. Везде разрешается, кроме кухонного стола и на мою кровать. На другие кровати она может залазить. Видишь? Сейчас сойдет оттуда. Посмотри, она там охраняет книги. Пошла. Тут еще тоже высоковато. Проверила. Так. Прыгать? Нет. Она не будет здесь прыгать. Так. Расстояние такое большое. Вот попутно сказать. Это даже интересно посмотреть. Это уже... Пусть отдохнут кто-нибудь. Пошла. Пошла. Так. Все. Каждое утро делает проверку. Кошки чудо у меня. Кошки, эти мышатницы. Ну, ладно. Еще раз проверить. С той стороны не может попасть никак. Все равно опустится. Гляди. Пошла. Стоп. Там тоже не так. Ну, там Библия лежит. Но Библия закрыта. Все проверила. Вот держать кошек надо. Она ходит под пол. Под пол это у нас там земля. Подожди. Подожди. Вот туда. Пойдешь туда? Нет. Не пойдет. А на крыше тоже земля. Ну, держать кошек в частном доме хорошо. Ну, и дальше что? Все? Нет. Хорошо. Я давно знакома. То есть она сказала все. Отвечать еще не знаю. Ежедневно молиться, трудиться. У вас правильный путь идет. Это означает возрастание. Смирять себя, кротость и смирение. Ну, и просить у Бога, чтобы силу дал. Не горбатиться где не надо. Быть полезной для священников. Быть полезной всем, которые вокруг вас. Это называется тут. Толкнуло в прошлый раз. Кино смотрели. Мы здесь. Оперативный, кажется, псевдоним. И она толкнула кнопкой и перевезла сразу. Наконец. Кое-как поняли, в чем дело. Одна кошка у вас нажала, и у вас экран повернулся сразу. Да. Верх ногами. Вообще они тоже у меня компьютерные. Дальше. Вот смотрите. Коротко сказать о кошке. Она живет в лагере. Я вижу, она беременна. Ее надо спрятать. Но я не усмотрел, и она потерялась. И ее нигде нету. Как ее найти? Я вокруг бурьян. Ну, примерно метра полтора высокой. Бурьян. Поля заросшие. Ну, что? Ну, она иногда приходит покормить. Надо соски посмотреть. Соски большие. Значит, у ней где-то котята. Как найти? Я тогда шил ей красную здесь шлейку, жилетку красную. Дашик нитку красную. Нитку красную с узелками сделал. Ну, и ее тогда отпустил. Долго держать-то нельзя. Там котята. Она пошла. Я иду за ней. Она остановилась. Села и сидит. Я жара такая. Я лежу и смотрю на нее. Она поглядела. Я уснул вроде бы. Опять пошла. Тогда я за ней ползком остановилась. Вот до чего? Это вот это вот самое хитрое. И, наконец, прыгнула в правую сторону. Я туда. Она под дерево села в тенечке. Я говорю, что ты обманываешь-то? Ну, не здесь же у тебя они. И опять села. Сижу. Она сидела, сидела. Видимо, там наелась. Соски-то требуют, чтобы пососали. И она быстро перебежала, где покос. И там, где трава такая растет-то. Я вижу, где она идет. Узелками сцепляет за это. И вверху колышется немного растение-то. Ветра-то нету. И, наконец, нигде нету. Я стоял-стоял. Рыжая. Где ты рыжая? Она мягкая. Глянул. А у нее тут шесть штук лежит. И они сосут. Ну, дал знать. За коробкой приехали. Деревенские пришли. Это вот она самая. Дальше считаем. Сегодня у меня одна хорошая знакомая. Я не стал ее говорить, как она, видимо, не хочет. Ну, понятно. Из США. И говорит. Дорогой Игнатий Тихонович, приближаются наши праздники. Хотелось бы поговорить через скайп. Если это возможно без записи и выкладки на сайт, сообщите имя, скайп и удобное время. С Москвой разница в 8 часов. Я работаю в вечерней смене. Мне удобно. У меня 12 часов ночи. В Москве 8 утра следующего дня. А, вот тут я не показал ответ. Я уже ответил. Если нельзя выставлять, разговор отменяется. Я, нет, я хороший человек. Что надо, напишите здесь. Если в скайп у меня все выставляется в интернете, я всех спрашиваю. В самом личном что-то пишите мне в моем мире. В скайпе я выставляю здесь. Это моя почта. У меня почта, к слову сказать, была. Это эпистолярное наследие. По 600 страниц. Я сам переплесчик-реставратор. Ну, бывают такие вот листы. 650 страниц в среднем. И у меня сожгли вот такая, говорю, две такие кучи горели, сказали. В краевом суде, когда меня судили. В 87-м освободился. У меня 1200 писем в год уходило. И опять 77 томов. Томов переплетеные. Никогда не догадаешься, что это самодельное. С капталом. Все как надо. Все способы переплета. Вот так. И просто так говорить, я сказал, я где-то считал, я там взял. Один сказал, говорит, если бы знание давалось под условием, никому не говорить, я бы отказался от знания. Я отказываюсь от скайпа, если нельзя выставлять. И все, встреча отменяется. Прошу в ней прощения. Владислав сегодня пишет. Владислав Марущак. Он берет из интернета. Марущак. Звездный врач. Об Идресе ходят легенды. Говорят, что он излечивает одним прикосновением руки. Помогает многим отчаявшимся бездетным парам познать. Наконец, родительское счастье. А несчастным матерям найти пропавших детей. Папа Римский Иоанн Павел II, несмотря на прохладное отношение церкви к ясновидению, приглашал Идреса работать в Ватикан. А митрополит Киевский Всеруси и Украины вручил ему орден за благотворительность. Ну и дальше, откуда и чего. То есть я должен комментировать. Знаете, вы такие комментируют. Это же не игрушка. Книги целые мне выставляют. Я общее посмотрел у него, что есть, и взял только один пункт. Вот, откуда у него взято? Просчитай. Дар Божий. Уникальные способности предрешили будущую профессию. Идрес стал кардиологом и терапевтом. Овладел техникой акупунктурного массажа и тайнами психологии. Досконально изучил диетологию. Вот, диетологию. Ну, то есть, правильно начало. Надо с живота, с желудка работать. Он никогда не пользуется в работе диагностической аппаратурой и медикаментами. Здорово. Главный его инструмент – глаза. Идрес видит то, во что трудно поверить. Работая в клинике в Афганистане, он часто видел, как мертвые в морге шевелились, разговаривали сами с собой. Вот он начинается где уже. Мертвые шевелились, разговаривали. Это все обольщение сатанинское. Мертвые ничего не могут. Тем более в Афганистане, не христиане. Еще бы они разговаривали-то. Друг друга убили, лежат и разговаривают. Кому, какое дело до них. Дальше. Целители связывают это с тем, что души людей, умерших насильственной смертью, до 40-го дня не могут успокоиться, пытаясь вернуться в тело. Это все не по-христиански. Нет, это обман. Нет этого ничего. Нам положено умереть, однажды потом суд. Умерли, а дух идет к Богу, и Ксиас говорит. Почему? На этот вопрос не ответит ни один ясновидящий, говорит Китис. Ясновидящий. Ни один. Ни один колдун не ответит. Это очень большой секрет, и разглашать его запрещено. Ну, знаем мы, дьявол обращает людей. Никакого секрета здесь нету. Сатана. И это с неведением, лечением. Дьявол все может сделать. Дальше. Владеть тайными знаниями совсем непросто. Я вижу то, что многие хотели бы скрыть. Очень тяжело постоянно ощущать, что люди, которые сейчас рядом с тобой, обманывают, воруют. Мучительно это чувствовать и молчать. А почему молчать-то? Ты исправляешь, опять не по-христиански. В 3.18 языке или ты видел брата согрешающего, не сказал ему, он погибнет, но его кровь с тебя взыщу. Но если ты говорил, а он не послушал, он погибнет, а ты спас свою душу. Вот как надо. Видеть и молчать. Зачем тебе это видение-то? Ясно, что ему ничего не нужно. Дальше. У меня табу на плохую информацию, особенно трагическую, потому что сказанное сбывается, а увиденное, но не произнесенное, может изменить судьбу к лучшему. Это явно видно, что все безбожное. Не может ничего изменить, то, что ты видишь, и нельзя говорить, чувствовать, молчать, и просят такое. Ну, все это не христианское, не божественное. Дальше. И еще. Я никогда не предлагаю помощь, только если человек сам меня об этом попросит. Вот видите. А кто тебя будет просить? Тебя просить не будет, никто не знает. Никогда не предлагаю помощь. Где это такое? Да не оказание помощи даже попавшему. Уголовная статья есть. Дальше. Сергей Козлов, парализованный конописец, добавил комментарий. Это сегодня наши, где на благовестии бывает, Евангелие только раздают. Аллилуйя. На 10-й минуте началось истинное благовестие. Вот видите, лежит, парализованный, 13 лет, и как он этому сочувствует? Я тоже говорил сколько раз, что, ну, говорите хоть немного-то, где, там, где-то. Мы с Сергеем-то полностью здесь одинаково. Но считать, что Евангелие в дом попало, в человек, и оно ничего не значит, это неверно. Иоанн Затауз говорит, дом делается недоступный для демонов. Хотя, тут толкование еще какое нужно. Ничего нет у человека, беда какая-то, Господь руку его направит, туда возьмет. Это очень много значит. Но лучше, когда хотя бы что-то успеть сказать. Но так как охватить людей всех невозможно, собрать их невозможно, никуда не пойдут, ну, то есть спрашивать больше нечего. Дальше я снова возвращаюсь. Я говорил, как только сейчас исполнится, всегда давайте знак какой-то. Да-да, час двенадцать уже. Час двенадцать, ну, просто глянуть маленько. Вот, смотри, что. Это мы уже посмотрели. Дальше, вот, наш, это, мой мир, в моем мире, зарядите, Игнатий Лапкин. И тут вы все это найдете. Выставляем. Что-то фотографий даже нету. Вот это все. Сколько у нас тут фотографий? Фотографии 18 тысяч, 380. Сколько видео? Две тысячи сто сорок четыре. А всего у нас, вот, если вот православный видеоканал здесь, больше четырех тысяч уже. Ну, люди находят для себя. И сколько у нас просмотров? А, один миллион семьсот семьсот семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят девять. Это небольшое. И подписчиков? Две тысячи шестьсот пятьдесят девять. Немного, ну, все-таки люди смотрят, интересуются. Вот, самое-то у нас главное, откуда заходит, это сайт. Я сейчас его покажу. Вот наш сайт, как он выглядит. У меня все тяжеловесные. Если в форум, вот в форум. Вот здесь вот пятьдесят книг аудио моим голосом насчитано. И Златоуз, двенадцать томов, Жития. И вот ответы. Смотри, сколько ответов. Пятьдесят пять папок. Ну, что тебя интересует? Природа, допустим, тридцать седьмой пункт. Я его нажал. Природа. Теперь в каком томе? Какой вопрос? Что тут вот это? Мертва ли вселенная? Или она наполнена разумным существом? Это мне в университетах, где я вел занятия. Я вел три радиопрограммы. И в воинских частях, на заводах я плоховато слышу. Ну, слабослышащие, как можно сказать. У меня повреждение механическое. Вот. И поэтому вопросы на бумажке писались. И вот они здесь есть. Какой это сейчас говорили? Вот. Вот. Мертва ли. Вот сейчас надавил на этот. Какой это том? Второй том. Вопрос. Восемьсот шестьдесят шестой. Так. Я открыл. Вот это. И везде ответ на основание Слова Божьего. Жирным курсивом это Библия. Жирным курсивом это Библия. И вот какой бы ни было где-то. Ну, допустим, я снова возвращаюсь. Что тебя интересует? Ну, что-нибудь такое. Я, к примеру, скажу. А, Б, В, Г, Д, О. Евреи. Четырнадцатый. Это интересно. Я нажал евреи. Сто семьдесят шесть ответов. Вопросов про евреев. Ну, какой-нибудь избери. Есть ли протоколы сионских мудрецов фальшивка? То почему же их так ненавидят евреи? Вот это вот, да? Да. Я нажал. Вот теперь говорится. Смотрите. А вот теперь кто? Елена Семеновна. Это мать и Александра Меня. И вот что говорят? Что есть? Что об этом говорит Библия? Видите, какой ответ дается? Обширный. Вот ответы. Во свете Библии. Еще что-нибудь? Вот это что-то много. Про счет тут. 20 том. Почему евреи ведут себя в России, как будто они дома? Узнаю из интернета, что газета «Еврейское слово» 2005 год, 19 номер, 24 мая, сообщила, что Равин Шнайер был награжден церковным орденом святого Данила Московского. Более наглого и богохульного кощурства, чем награждение нераскаянного христоборца церковным орденом. И придумать невозможно. И все время евреи говорят о гонениях на них, как будто они никогда никого не гнали. Ну и понимаем, что 17-й год революция еврейская, перестройка еврейская, ну полное ограбление России, дело евреев. Но никогда их не проклинай. Я все сказал как есть, теперь я нажимаю. Всегда благословляй всеми Авраамова. А в конце концов придет Антихриста, 3,5 года, и будет не мусульманин, не ИГИЛ, а еврей. ИГИЛ все поклонятся евреям. Это божья разнарядка, это божий сценарий. Вот я нажал ее, теперь ответ. Смотрите, какой ответ большой. Откуда берется, с каких книг, я продвигаю только. И в конце стихотворения, и вот сколько мест из Библии. У меня здесь 38 книг, в каждой книге открытым оком. Около 3000 ссылок на Священное Писание. Все, а то перебор. Спасибо. Спасибо.